Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху, вашему самообразованию Аудио Учебники История Азербайджана, 5 класс Параграф 13. Железные ворота Азербайджана, Дербен Между Кавказскими горами и Каспийским морем есть один проход Наши древние предки превратили этот проход в неприступную крепость Поэтому этот проход прославился как «железные ворота» Впоследствии его стали называть «дербенским проходом» По нему постоянно проходили торговые караваны, направляясь с севера на юг И с юга на север Нашими предками, жившими в древнем Дербенте И на землях вдоль Дербентского прохода В V-VI веках были возведены мощные крепостные стены, защищавшие этот проход Один арабский путешественник, описывая Дербент, писал, что подход к причалу закрывался цепью Цепь держали на замке, а ключ хранился у портового смотрителя Без разрешения портового смотрителя ни одно судно не могло войти или покинуть порт Дербент был портовым городом По Каспийскому морю в этот величественный город прибывали торговые суда из других стран Купцы привозили сюда много товаров Часть товаров продавалась в самом Дербенте, а другая часть доставлялась по морю или сухопутным путем в другие страны Дербентский проход и крепость имели очень большое военное значение Для отражения ударов племен, нападавших с севера на Азербайджан И другие южные страны, местные правители, построили по всему проходу сторожевые башни и другие оборонительные укрепления В восьмом веке арабы, захватив азербайджанские города, добрались и до Дербента Но, напав на город, они не смогли завладеть крепостью силой оружия Они осадили город и при помощи метательных военных механизмов забросали крепость камнями и железными идрами Но, все эти попытки не увенчались успехом, так как крепостные стены Дербента были очень прочными Не сумев завладеть крепостью штурмом, арабы прибегли к другим мерам У источника, откуда поступала вода в город Дербент Арабы закололи множество крупного и мелкого рогатого скота Их кровь и внутренности они спустили в источник Загрязненная вода потекла в колодцы внутри крепости Вода в городских колодцах стала издавать тухлый запах В Дербенте начали распространяться болезни Но дербенцы не сдались Арабам удалось захватить крепость лишь ценой предательства Дербент представлял для арабов большую значимость Арабское войско разместилось в Дербенте По приказу халифа, вокруг города были прорыты арыки для воды Здесь были также построены мельницы, зернохранилища, склады оружия Все разрушения в городе были восстановлены Арабы назвали Дербент главными воротами На плодородных землях вокруг Дербента выращивали пшеницу, шафран, марену красильную Среди занятий населения особое место занимали виноградарство и садоводство Дербент также славился как ремесленный центр Здесь были высоко развиты такие отрасли ремесла Как ткачество, гончарное, медницкое, ювелирное дело и другие Изготовленные в Дербенте льняные ткани привлекали иностранных купцов Дербентский рынок был широко известен в сопредельных странах Здесь занимались также торговлей невольниками Из соседних стран купцы приезжали сюда покупать невольников Город Дербент очень дорог нашему народу Знаменитые путешественники, побывавшие в этом городе, много столетий назад писали о том, что именно здесь похоронен Д.Д. Гаргут В достанах Китаби Д.Д. Гаргут содержится много ценной информации о железных воротах Дербенте Этот источник доказывает, что Дербент является родиной древних тюркских племен Позже, в XIX веке, Дербент был захвачен царской Россией С того времени Дербент был отделен от Азербайджана Анара Салаева представляет Ваш ключ к вашему успеху в вашем самообразовании Аудио учебники Уважаемые зрители, если вам нравятся наши видео уроки, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok